Приветствую вас! Причины могут быть самыми разными, начиная от социальных моментов, социальной неудовлетворенности, неравенства, напряжения каких-то проблем, и заканчивая определенными личными моментами человека, такими как агрессия, напряжение, спильчивость, эмоциональность, невозможность обращаться со своими чувствами и так далее. Что-то связывает это, как например, некто Курт Чемпион, то есть связывает это с генетическим кодом, считаю, что человеку может быть заложен код убийства, если это в ДНК. Человеку может быть заложен код убийства, если это было у его предков, у его, значит, прародителей или даже родителей. Убивают, честно, за то, что есть ощущение от тревоги, потому что убийства посвятят появление агрессии, агрессия проявляется, когда есть ощущение угрозы. Вот. Многие люди просто не умеют решать по другому проблемам. Вот, они не привыкли, они не умеют. Но то, что описываете вы, больше похоже на механизм навязчивых мыслей. Ни один человек, кроме совсем уж такой редкий достаточно патологии, не хочет убивать. Убийство это всего лишь средство, способ решить какую-то проблему, почувствовать какое-то состояние, достичь какой-то цели и так далее. Поэтому важно понимать, что механизм навязчивости – это определенное желание, которое человек сам себе, скорее всего, не позволяет чувствовать, не позволяет ощущать, не позволяет иметь, не позволяет проживать. Проблематика здесь, она такая, она такого плана. И это, мне кажется, достаточно важно. Либо это идея агрессии, идея собственной незащищенности, идея подавленной злости, либо это идея тревожности, либо это идея непринятия реальности. Может быть, возможно, какие-то еще моменты. Понимаете, как любые преступления, нет какого-то одного фактора, который толкает людей на это. Это всегда система. И на систему нужно смотреть всегда именно с точки зрения системы. Например, мы можем говорить о благоприятной среде для совершения убийств в определенном городе, в определенной области. Но мы не можем говорить также про другую область и про другой город. Там будет совсем все по-другому. Такой, я надеюсь, дал вам ответ. Повторюсь, вы говорите о механизме навязчивости, механизме навязчивых идей, это не то же самое. Об этом нужно, как бы, разговаривать отдельно и разбираться это отдельно. Совершенно не обязательно, что ваше желание можно реализовать только посредством убийства. Скорее всего, нет. А плюс в том, хотите ли вы сами в этом разбираться, хотите ли вы сами, как бы, ну, покопаться в себе, покопаться глубже в ваших потребностях. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. И надеюсь на отклик по моему ответу. Это может послужить началом больше работы над собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова